Россия вступила в эпоху массовой вакцинации от коронавируса. Китайский глубоководный аппарат завершил программу исследований и вернулся в порт переписки. В Индонезии коты одеваются как персонажи сказок. В Японии Санта-Клаус встроил заплыв в гигантском аквариуме торгового центра вместе с акулами. Россия не положительно относятся к инициативе президента и правительства о начале массовой вакцинации от коронавируса. Любопытно, что многие не в курсе, что многие высшие руководители страны, например, министр обороны Сергей Шойгу или мэр Москвы Сергей Собянин, уже привелись от этого опасного заболевания. Журнал «Форбс» утверждает, что российская рита действительно массово привлась от коронавируса, включая руководителей многих банков и капитанов крупного бизнеса. Положительные результаты. Если будет хотя бы процентов 30, то я бы сделала прививку. В принципе, за эти полгода я работаю в медицине и я еще ни разу не заболела. Мы же будем ходить друг к другу в гости, это то же самое. Мы также сейчас летаем. В принципе, как уже сказано было, мы должны с этим смириться и жить как-то дальше, обезопасивать себя надо. Я, в принципе, против масконошения, потому что одеваю только, потому что я боюсь штрафов. Вот. А также я повторюсь, что я не заболела за эти полгода и маску я не носила. Ничем не предохранялась и ничего. Меня это не пугает, потому что я всю жизнь встречаю дома Новый год. Поэтому родственников у меня не так много, я не перемещаюсь, когда Новый год. Я думаю, что это не криминальная ситуация и, наверное, можно потерпеть. Если просят не перемещаться, значит, надо слушаться. Ну, потому что у меня есть какие-то заболевания уже, и я бы хотела все-таки вот их сохранить, чтобы у меня не ухудшений не было. А вакцины, это значит, что человек переболевает, когда он вакцинируется. Значит, неизвестно, как у меня отразится на моих заболеваниях. Вот. Поэтому я с опаской отношусь. А так, если кто здоров и молод, конечно, пусть прививаются. Для пенсионеров, людей с ослабленным иммунитетом, в России, помимо знаменитого спутника ВИ, сейчас тестируется еще одна вакцина, не основанная на живой культуре штамма. В Китае глубоководный обитаемый аппарат Фэйндоуч-Же успешно завершил свою миссию. Научное спецкое судно Таньсу-1 вернулось с батискафом на борту в порт Санья. После того, как мы доставим аппарат на сушу, мы разберем его по винтику и тщательно проанализируем его состояние. Это в чем-то похоже на прохождение медицинской диспансеризации. Нам необходимо понять, как многочисленные погружения повлияли на различные системы батискафа. Нам также надо удостовериться, что все технические элементы в норме. Фэйндоуч-Же обладает самым многочисленным экипажем в мире в категории батискафов. Используется чаще других таких аппаратов в мире и способен погружаться на рекордные глубины. У нас действительно уникальный аппарат. Экспедиция началась 10 октября. Всего Фэйндоуч-Же осуществил 13 погружений, в том числе в Марианскую впадину на рекордную глубину в 10909 метров. В 1957 году советское научно-исследовательское судно определило удаленность от поверхности самой низкой точки желоба – 11022 метра. В мае 2020-го необитаемый роботизированный российский батискаф «Витязь-Де», наделенный искусственным интеллектом, установил на глубине 10 028 метров автоматическую донную станцию, поддерживающую связь с базой из глубин желоба. В Индонезии один портной проявил творческое воображение и придумал новую нишу для сбыта пошитой им одежды. Теперь он предлагает онлайн-одежду для котов. Наряды от Фредди Лугина при Аде превращают хвостатых в супергероев, персонажей сказок и мультфильмов. Создается даже впечатление, что сами животные с удовольствием играют в косплей. Однажды мои кузены, которые обожают кошек, сказали мне, что было бы смешно, если бы я стал шить костюмы для котов. Не скрою, идея показалась мне странной. Зачем это подумал я животным и надевать костюмы? Но потом я понял, что будет очень весело пошить им такие костюмчики. И все же я не рекомендую оставлять животное одетым на долгие часы. Некоторые пользователи соцсетей написали в моем аккаунте, что мы одеваем животных, потому что хотим их отчеловечить. Но это не нужно. Животное остается животным. У них своя собственная личность. И будь это кошки или собаки, лучшая одежда для них – это их шерсть, которую им придумал сам Господь. А то, что я шью, мы надеваем на питомцев, чтобы сделать с ними смешные фото. Ничего больше. Мы просто развлекаемся. Когда смотришь на такие фотки, выложенные в сети, то сразу проходит стресс. Но и мне это добавляет радости, как владелица кота. Мой любимец, между прочим, очень спокойное и довольное жизнью животное. Азиатские соцсети пестрят тысячами снимков, одетых в маскарадные костюмы котиков. Владельцы безмерно исчастливы, а котам, похоже, все равно. Они давно научились философски приносить странные причуды двуногих. В Токио одетый в костюм Санта-Клауса водолаз погрузился в гигантский аквариум, чтобы, к вящей радости посетителей, напомнить всем о грядущем празднике конца года – католическом Рождестве. Когда я увидел Санта-Клауса за стеклом, то, откровенно говоря, подумал, как это ему еще удается плавать в такой экипировке. Нам очень понравилось. Он еще кормил рыбу при помощи специального приспособления. А потом у него был рождественский венок из Астралиста. Очень-очень красивое шоу. И вообще, когда я смотрю на аквариумных рыбок, то могу расслабиться и привести мысли в порядок. Я знаю, как трудно организовать любое мероприятие из-за непростой обстановки, связанной с эпидемией. Именно поэтому я так благодарна тем, кто устраивает такие шоу. Я чувствую флюиды Рождества. Санта-Клаус весело кувыркался в толще воды, среди рыбок-бананок и зебровых акул. Такое шоу администрация центра устраивает уже 20 лет подряд. На радость жителям и гостям столицы страны восходящего солнца. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.